Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Власти Омской области рассказали, в каких условиях находятся мобилизованные из Алтайского края. А у нас тут опять 25. И так изо дня в день. Камни преткновения. Почему барнаульские водители убивают свои машины на ровном месте, подъезжая к дому? Губы накрасили и готово. Почему в Бийске вместо звездной мемориали рисунки из помады? И что вообще происходит с памятниками в Наукограде? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплые спальные места в штатных казармах, в графике трехразовое питание и посещение бани. Правительство Омской области ответило на наш запрос об условиях проживания алтайских призывников и мобилизованных из других сибирских регионах. Ведомстве сообщили, что всех прибывающих обязательно прививают от коронавируса. Для заболевающих действует медкабинет. Из сервиса услуги парикмахера. По информации замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олеси Потаповой, боевое слаживание мобилизованные проводят на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Именно там развернут военно-полевой лагерь. Призывники занимаются огневой, тактической, военно-инженерной подготовкой. В правительстве Омской области подчеркнули, что местные волонтеры вяжут теплые вещи для мобилизованных и игрушки для детей-призывников. Ну а мобилизованные жители края начали получать выплаты в 100 тысяч рублей. Материальная помощь приходит в течение 10 рабочих дней после получения списков от военного комиссариата. Как подчеркнула Наталья Оськина, министр соцзащиты края, собирать документы и писать заявление для получения средств военнослужащим не нужно. Выплаты приходят автоматически. Четко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи. Напомним, сейчас представители соцзащиты находятся в учебном центре Омска. Чиновники доставили гуманитарную помощь, проверили питание и обмунтирование мобилизованных, а также ответили на все вопросы о мерах соцподдержки. Накануне этой же теме уделил внимание и губернатор края Виктор Томенко. Во время встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале Вишневского, по словам главы региона, их трудоустройству после реабилитации активно будет содействовать правительство края. К другой теме. Акцизы на нефтепродукты, спиртные и сахаросодержащие напитки, в частности энергетики. Эти статьи доходов должны существенно помочь краевому бюджету 2023 года с учетом дополнительных расходов. Речь идет о выплатах в случае гибели, ранения и призыва военнослужащего. По оценке экспертов, региональная казна способна выдержать непредвиденные траты. К позитивному сценарию склоняет история последних лет, когда край заканчивал год в профиците. То есть даже в рамках своего бюджета у нас оставался запас возможностей. На текущий момент ни от каких проектов регион не отказывается. Он во многие же проекты со финансированием заходит, ему нельзя от этого уходить. Например, капитальный ремонт школ, президентская программа. Здесь совершенно это просто недопустимо, невозможно. Может быть более будут умеренные взгляды по КАИПу, по капитальным инвестициям. Да, инвестициям. Речь идет о тех стройках, которые мы ведем. Но, а, край будет финансировать те, которые незавершимы в этом году, длящиеся проекты. И где у нас есть финансирование с федерацией. На новые будет, наверное, более внимательно смотреть прогноз цен. Да, Васильев не скрывает, федеральный бюджет формируется сложно. Возможно, это повлияет и на размер трансферов в регионы. Среди потенциальных сложностей депутат назвал фактор мобилизации, когда эффективные сотрудники будут уходить на фронт, а это не может не сказаться на производительности компании. По словам Васильева, очевидно, что в нынешних условиях инвесторы будут гораздо осторожнее в выборе проектов. Что касается краевого бюджета, на следующий год он вновь будет на 70% социально ориентированным с ростом зарплаты и индексацией выплат. Есть и у эксперта еще одна причина, по которой наш край не должен погрузиться в кризис. Внешнеполитические и экономические обстоятельства регион никогда особенно сильно не затрагивали. Вот Кемеровская область. Сейчас вы видите, санкции по углю. Евросоюз напрямую бьет. Металлургия, а у нас, вы знаете, Челябинская, прежде всего, область, бьет напрямую по поставкам в Европейский Союз. Понятно, что они теперь разворачиваются, должны искать других покупателей внешнего. А сельская чуть фу-тьфу в этом отношении, но по семенам, по удобрениям там проблемы и по технике есть, но они не катастрофические. А сбыт? А сбыт, ну, во-первых, мы кормим свою территорию, и сбыт, ведь сегодня заинтересованы в нашем зерне, в том числе и в Азии. В Барнауле прошла очередная донорская акция. Пункт развернули на территории приборостроительного предприятия. Полученные от сдачи крови средства сотрудники предприятия направят на поддержку бойцов, мобилизованных из Алтайского края. К слову, всестороннюю помощь сейчас оказывают многие неравнодушные, в том числе и студенты. С подробностями Мария Мацаева. Добрые поступки на благо общества – дело привычное, рассказывают студенты-волонтеры технического вуза. Добавляют, сейчас как никогда острее ощущают цель своей миссии, потому участие принимают в акциях по сбору продовольствия для мобилизованных, а также помогают их семьям. Приходят заявки, мы их отрабатываем в помощи как раз-таки семьям. То есть убираем участки или же как-то подготавливаем дом к зимовке. В университете создан центр, где мы принимаем гуманитарную помощь. Мы уже отправляли гуманитарную помощь. Более того, наши студенты принимали активное участие в том, чтобы эту помощь погрузить. И наш военно-учебный центр там помогал загружать фуры с водой, с продовольствием. Мы приглашаем всех принять участие в сборе гуманитарной помощи. Неравнодушные работники прибора строительного завода «Ротор» На его территории сегодня развернули большой донорский пункт. Кровь сдавали как сотрудники предприятия, так и члены Союза машиностроителей России и студенты политехнического техникума. На мой взгляд, это хорошая возможность и помощь на нашей стороне, нашей роде. Можно много говорить, рассуждать, спорить, переживать. А можно встать и что-то сделать. Те ребята, которые сегодня мобилизованы, должны чувствовать поддержку тех, кто остается дома. Каждому донору положена выплата около 700 рублей. Эти деньги участники и отправляют на поддержку мобилизованных из Алтайского края. Очень отрадно, что буквально за несколько дней мы получили очень большой отклик. Больше сотни сотрудников были готовы принимать участие в этой акции. Наше предприятие является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Мы участвуем в соисполнении государственного обороны заказа. Поэтому наши сотрудники имеют отсрочку от мобилизации. И для нас очень важно поддержать наших бойцов всеми возможными альтернативными способами, в том числе сдачей крови. Те, кто не желают оставаться в стороне, также могут стать донорами. Для этого нужно обратиться в Алтайский краевой центр крови, пункты которого есть Барнауль, Либийский и Рубцовский. В Барнауле простились с воспитанником спортивного клуба, который погиб в ходе спецоперации. Парня похоронили две недели назад, а накануне с нами связались представители клуба, которые считают, что сейчас жителям региона, страны нужно объединяться ради общей победы. Вот об этом мы и пообщались с ними. Сегодня тренировка не в полном составе. Обычно здесь закаляются характеры не только парней, но и девушек. В клубе спортивной борьбы «Богатырь» занимается порядка 80 человек, от 6 до 19 лет. Дети из непростых семей тренируются бесплатно. За 20-летнюю историю клуб выпустил десятки бойцов. Не все стали спортсменами, да и это здесь не главное. Нас не интересует ни медали, ни чемпионство. Нам интересует одно, чтобы он вышел с ковра и стал еще более светлым, честным. Вот золотые медали для нас. Этот мемориал на территории школы, где занимаются воспитанники «Богатыря», посвящен двум парням, погибшим в Афганистане. К сожалению, скоро здесь появится еще одна фотография. Недавно клуб потерял своего воспитанника. В ходе спецоперации «Погиб Барнаулиц» кадровый военный Дмитрию не было и 30 лет. Похоронили парня две недели назад. Новость о его смерти шокировала весь клуб. Мы все, все, все до одного. Даже мыслей ни у кого не было. Даже, даже, как вам сказать, даже сомнения. Мы все, все, мы готовы защищать свою родину. Все. А у вас какая категория в военкомате? Ну, вот в вашем военном билете. Я не могу об этом, к сожалению, сказать. Но скажу следующее. Всем. Я жду назначения. Я жду назначения. Если приказ поступит, я сразу вам говорю. Никому я не позавидую. Случаются такие тяжелые времена, когда надо просто пойти за родину. Не за кого-то лично вообще, а просто за всю. За речку, небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю носить. Я стихотворение гимназиста. Специально его прочитал. Я думаю, оно народу понравится. Особенно, кто смотрел «Брат-2». Это мне лично нравится. Игорь Головач очень встревожен тем, что сейчас происходит между двумя странами. Тем более, сейчас в спецоперации принимает участие еще один воспитанник клуба. Игорь уверен и даже гарантирует, что российская армия вернется с победой. Тех, кто сегодня покинул страну, не осуждает и призывает вернуться. Наши деды тоже в 41-м маленько подыспугались. Ну ничего, пришли ее мое и победили непобедимую фашистскую. Сволочь. Ребята, возвращайтесь. Я просто вас прошу. Возвращайтесь. Никто вас не упрекнет. Ничего не скажет. Вы сейчас нужны здесь. Никто вас не осудит. Если что-то надо, прям ко мне обращайтесь. Я чем могу помогать. Господь Бог помогает тем, кто помогает другим. Вы чем занимаетесь, если так все складывается? Помогайте друг другу. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Наш следующий сюжет сняли бийские коллеги. Цифры отвалились, но обратно так и не вернулись. Как, собственно, и звезды. В городе больше десятка мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. При этом, если раньше за их содержание отвечали городские предприятия, то сейчас все изменилось. В каком состоянии находятся памятники, монументы и скульптуры Бийска, и почему они часто остаются без должного внимания? Об этом прямо сейчас. В Бийске больше десятка мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Практически все они были созданы в разных районах города годовщином Дня Победы. Наша страна, Советский Союз тогда назывался, потеряла очень большое количество людей. Во всяком случае, по новейшим данным, это 30 миллионов. Поэтому по всей стране начали сразу же после Великой Отечественной войны, так сказать, люди стали мыслить о том, как сохранить память дедушек, бабушек. Для того, чтобы выбрать художника, который бы создал эскиз главного мемориала Вечного огня, в городе даже объявляли конкурс. А часть деталей добывал герой Советского Союза Михаил Москаев. Затем стали появляться все новые памятники и стелы с именами погибших. По данным историков, из Бийской зоны на фронт призвали порядка 25 тысяч человек. Половина из них домой не вернулись. Предприятия, которые играли большую роль в экономической жизни города, такие как Тестильная фабрика, это одно из первых наших предприятий, дореволюционных, которые работают до сих пор. Конечно, из каждого предприятия шли работники данного предприятия на фронт. И погибшие тоже, естественно, были. И поэтому предприятие на свои средства вносило для того, чтобы построить вот такой комплекс, какой-то вы видите перед собой. Котельный завод, Сип-Прибурмаш, машиностроительный завод помнили о героях. Большие предприятия строили, а самое главное, содержали в отличном состоянии бийские мемориалы. Сейчас, когда часть памятных мест передали на баланс города, ситуация изменилась. А сейчас мы с вами находимся на мемориале, который посвящен 30-летию победы Великой Отечественной войны. Почти 47 лет назад его устроили на улице Васильева, одной из самых многочисленных улиц города, прямо на остановке общественного транспорта. Однако вандалы не оставляют мемориал без своего внимания. Несколько лет назад пытались разрезать и унести цепь, которая ограждает мемориал. А сейчас он находится и вовсе в удручающем состоянии. Венки валяются, стелы то ли расстреляны, то ли разбиты, а памятные цифры оторваны. Как нам стало известно, часть мемориалов отремонтировали на средства федеральных грантов. Остальные лишь периодически подновляют в рамках благоустройства. В мэрии отказались предоставить информацию, сколько средств выделяется на ремонт памятных мест Бийска и есть ли план работ. Сейчас мы с вами находимся на бульваре Вали Максимовой. Эта памятная стелла героини Великой Отечественной войны появилась здесь относительно недавно. При этом бдительные знатоки истории сразу обнаружили несколько фактических ошибок. Бийские чиновники ошибки исправили. Зато теперь другая проблема. Несколько красных звезд отвалились и их почему-то пока никто не ремонтирует. При этом при ближайшем рассмотрении оказалось, что звезды нарисованы губной помадой. Между тем, горожане считают, что властям следует обратить пристальное внимание на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Пусть прошло немало времени со дня ее окончания, но живы как непосредственные участники войны, так и их родные. Мы должны знать свою историю. Мы должны учить своих детей, своих внуков, через что мы прошли, сколько мы испытали. Мы рассказываем о своем детстве. Кстати, мы дети войны. Естественно, мы очень дорожим этими памятниками. Члены Совета Ветеранов говорят, что часто патрулируют городские мемориалы и не раз им приходилось читать нотации молодежи, которая вела себя излишне фривольно. Памятники надо сохранять. Это наша история. И мы любим свой город. Любим памятники. За памятниками нужно ухаживать. И особенно что-то недорабатывается где-то. То есть больше, чтобы в школах работали с детьми. И не только дети, но и взрослые ухаживали за памятниками. В последние годы количество уроков истории в школах действительно существенно сократилось. Только обучающиеся в профильных классах могут похвастать углубленным изучением столь сложной темы, как Великая Отечественная война. Сегодня образование работает по стандартам. Там система образования достаточно унифицированная, поэтому преподавание предмета осуществляется в рамках не более чем 10 часов, в рамках учебной программы. Но ввиду важности этой проблемы, темы, скажем так, школа реализует не только в рамках урочной, а также внеурочной деятельности работу по этой теме. Речь идет про, во-первых, разговорах о важном, воспитательных мероприятиях, которые проходят на уровне как школы города, так и всероссийском уровне, как, например, диктант победы. И также индивидуально в рамках индивидуально-проектной деятельности, в рамках изучения истории моей семьи в Великой Отечественной войне. То есть тема, она достаточно личная получается для каждого россиянина. Если не хватает знаний в школе, можно посетить Бийский музей, где есть целый зал, посвященный войне. Однако администрации не стоит и забывать о том, как должно быть горько ветеранам видеть облупившиеся ступеньки мемориалов, их разбитые стелы и следы губной помады. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Илья Питков. День с толком. Барнаулиц 4 месяца не мог добиться от Почты России заказного письма на оплату штрафа ГИБДД. В результате пенсионеру пришлось заплатить проценты за несвоевременную оплату. Сумма, хотя и небольшая, но мужчине захотелось придать огласке некомпетентную работу Почты. В ситуации разбиралась Валентина Аскерова. В конце прошлого года сын Геннадия Бурцева превысил скорость на дороге. Штраф пришел пенсионеру, автомобиль оформлен на него. Мужчина пришел в 65-е отделение Почты, чтобы получить извещение на оплату. Но там его ждал от ворот-поворот. Я бы хотел забрать его и оплатить, но некому работать. Я в ноль повдоль несколько раз приходил, потом уже махнул рукой, поехал на главпочтамп. А мне после инсульта нельзя вот эти движения и все прочее. Мне позвонили сюда, руководство главпочтампа. Езжайте, говорит, мы разобрались, вам выдадут. На почте не хватало рабочих рук. Собственно, с такой проблемой сталкиваются многие жители края. Дефицит сотрудников из-за низкой зарплаты длится годами. В нашем случае по итогу пенсионер получил письмо счастья. Мягко сказать, не своевременно. Вот это письмо, оно пролежало 4 месяца. Меня за это время оштрафовало налоговое, ну, судебные приставы. Мы сняли деньги с пенсии. Вообще ходите сюда? Да. Как обслуживают? Нет последнее время. Ну, долго. Постоянно у них, значит, нет работников. А почтовинам действительно хватает, у них нету на трех участках. Управление Федеральной почтовой службы очень сожалеет, что Геннадию Бурцеву пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Этот случай единичен. В почтовом отделении 656-065 сейчас работает 13 человек. Из них 7 почтальонов. Со всеми сотрудниками отделения мы проведем дополнительный тренинг по правилам оказания клиентского сервиса. Сотрудники Почты России напоминают, что получить заказные письма, в том числе штрафы ГИБДД, клиенты могут в электронном виде. Для этого нужно подключиться к сервису электронных заказных писем. Данные послания мгновенно поступают в личный кабинет на сайте Почты России. Однако большинство пожилых людей с электронными сервисами «Новы» идут по старинке в почтовые отделения, где хотят получить немного качественное человечное обслуживание. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Уходят в минус. Барнаульские автомобилисты на пустом месте вынуждены вкладываться в дорогостоящий ремонт своих машин. Водители разбивают своих ласточек на щебенке проезжей части квартала Дружный. От опасной дороги страдают и пешеходы. Наша съемочная группа выехала на место оценить ситуацию и выяснить, появится ли у барнаульцев когда-нибудь благоустроенная дорога. У нас тут опять 25. И так изо дня в день. Изо дня в день на участке дороги 65 лет победы Семенова вытаскивают около 10 машин. Проезжая часть отсыпана огромными камнями размером с булыжник. Далеко не все автомобилисты могут преодолеть препятствия. Кто-то застревает, кто-то буксует. Очень неудобно ездить. Давно здесь такая ситуация? Не знаю. Первый раз тут еду. Поедете еще раз здесь? Нет. Я вообще стараюсь объезжать. Вон через солнечную поляну. А вообще здесь проезжали? Бывало? Нет, не рисковал. Видел, как застревают, поэтому не искушал судьбу. На велосипеде неудобно, вот по щебенке, по большим камням. Местные жители квартала дружно ежедневно наблюдают бесплатный аттракцион. Некомфортно с коляской ходить особенно. Максима вообще буксует через каждые, наверное, 3-5 минут. Они вот когда поворачиваются, когда дождь был, они тут просто их друг к дружку вытаскивали. И учитывая, что мы живем на 15 этаже, мне все эти камни слышно, что у меня даже окна закрыты, я слышу, как они тут буксуют. Очень удобно. Вот дожди были, ну не пройти же. Ну не пройти, не проехать. Ну посмотрите сами. Забыли? Просто забыли. Лежачий полицейский положить не забыли, а про асфальт забыли. Автомобилисты, велосипедисты и пешеходы просят даже не дорогу, а элементарно прикатать немного щебень. Но на горизонте все-таки вырисовывается строительство новенькой дороги. Мэрия в социальных сетях прокомментировала, что с расторжением контракта на строительство дороги проведены новые конкурсные процедуры. В ближайшее время будет заключен новый контракт и начнется обустройство проезжей части. Вот только когда дорогу приведут в безопасный вид, непонятно. Конкретных дат администрация не называет. Местные жители уверены, что объезжать и обходить каменистую дорогу придется еще не один месяц. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня великий православный праздник. Покров Пресвятой Богородице. Согласно преданию, он пришел из Византии. В 1910 году Богородица спасла Константинополь и его жителей от неприятеля. Поэтому Покров – символ покровительства, заступничества Богородицы, готовности прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях. На Покров всегда было много народных примет. По традиции праздник означал встречу осени с зимой. В это время часто выпадал первый снег. Отсюда и примета – если не выпал снег, значит, что его не будет до декабря. Также в этот день девушки молились в церкви, чтобы им достались хорошие женихи. Есть даже примета – чем больше снега выпало на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Ну а судя по сегодняшней солнечной и довольно теплой погоде, ранней зима не будет. Хотя синоптики говорят, что в наше время на древние приметы не стоит обращать внимания. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...